Всем привет! Хочу поделиться опытом использования платформы XDK от Bosch. На борту имеет несколько сенсоров. Я в предыдущем видео кратко рассказывал при распаковке, что это за платформа. В целом она предназначена для ваших идей, ваших проектов и проверки гипотез, если вы работаете с IOT-устройством. То есть пограничное устройство у вас есть и оно получает, либо получает какие-то данные, либо вы контролируете его и вам необходимо в той или иной IOT-платформу это все интегрировать. Я это все интегрировал в AWS. К сожалению, на текущий момент в Bosch IOT Suite есть кое-какие трудности. Я разберусь. В принципе, тоже сниму видео по поводу интеграции этого устройства в IOT-платформу Bosch IOT Suite. Сейчас у меня уже устройство с приложением. Оно собирает температуру, давление, гироскоп, магнитометр, акселерометр. И все это летит по MTT в мою панель AWS. Вот. На что стоит обратить внимание? В принципе, как и при любом устройстве, которое вы будете создавать в AWS, у вас есть сервис IOT Core. Вам необходимо будет создать вещь. Я сейчас просто пробегусь, покажу по тем вещам, которые отличаются от официального гайда, который я приложу в описании. Создавая вещь, вам даст несколько сертификатов на скачивание. Это сертификат приватный, сертификат устройства и сертификат, root-сертификат для связи в целом с сервером Amazon. Вот. Отличие есть небольшое в том, что при использовании сертификата, который вы только скачаете, будут кое-какие проблемы. Поэтому берите из руководства root-серить и его используйте, только переименуйте его. Руководство я прикладываю. Вот оно здесь есть. В принципе, оно рабочее. Но я остановлюсь просто на нескольких моментах. Вот. Когда создали вещь, вам необходимо будет к этой вещи и сертификату, который вы скачаете, приложить политику. Политику для того, что вы разрешаете этому устройству взаимодействовать с сервисами вашего AWS. В нашем случае я разрешаю этому устройству взаимодействовать со всеми, с одним сервисом IOT и с всеми подсервисами IOT. Поэтому в политике у меня вот такая вещь. То есть я писал, что я разрешаю в IOT с звездочкой, а ресурсы, все, что подсервисы IOT, я ставлю абсолютно все подсервисы IOT.Core. Так, соответственно, политика должна быть привязана к сертификату. Или к... Да, политика привязывается к сертификату. Сертификат привязывается к устройствам, то есть к пограничным вашим устройствам. Вот, в целом, на этом, в принципе, все. Далее, вот все файлики, которые вы скачали, вам необходимо будет поместить на SD-карту. Да, SD-карту форматируйте в FAT обязательно. Почему? Потому что платформа XDKate, бошевская, она очень капризная к форматам и к лишним файлам, которые будут на флешке. Соответственно, далее вам нужен будет Workbench. И это некая среда разработки на основе Eclipse. Заходим в главную панель и вам нужно взять основную демку связи с IWS и приатачить ее к разработке и к списку проектов. Вот, здесь по руководству часто пишут, что необходимо вносить изменения в ресурсы, конфиги. Вот эти конфиги нужно в эту папку поместить. Я этого не делал. Если посмотрите, по сути, вот все, что вы поместите на флешку, на эту, оно заменит все, что будет в папочке конфиг. Единственное, что вам нужно будет сделать, это вот найти URL брокера вашего. То есть вы заходите к себе в настройки, в консоль, настройки. И этот Endpoint вы у себя увидите. Здесь он обозначается. Вот, вам нужно будет этот Endpoint прописать. И клиент ID вы берете до вашего региона. То есть регион обозначается, где ваши IOD-устройства расположены. То есть вот эта часть вся, даже до IOD, потому что это сервис уже, она зона до IOD. Это вы берете из вашего брокера URL. Вот, все. Далее, что вам нужно будет сделать? Флешку вы поставили, сертификаты и все остальное у вас уже на флешке есть. Вам необходимо с одной точкой зажать эту кнопку, держать ее и перевести вот этот переключатель в положение «Включить». Соответственно, устройство перейдет в режим Bootloader. И при выборе проекта вы сможете зафлешить это все на устройство. Как только зафлешите, у вас сначала пройдет первичное, сейчас в консоли поднимусь и постараюсь показать. Вот, да, какое-то время займет у вас то, чтобы к MQTT Amazon у вас подсоединился конечное устройство. То есть оно фактически проверит наличие всех сертификатов, политики безопасности и устройства в вашей консоли. Далее, даст добро на то, чтобы устройство смогло отдавать данные по MQTT в Amazon. И, в принципе, вы уже даже в консоли сможете видеть вот эту всю телеметрию, которая в приложении есть. То есть то, что приложение уже будет работать на устройстве, будет забирать данные из сенсоров и отдавать их в облако вот в формате вот таком. JSON, по-моему, да? Да, JSON. JSON. Соответственно, вам нужно будет сделать подписку для того, чтобы мониторить это все дело. Можете зафиксировать. Вот здесь фейворит нажать на сердечко и подписка у вас будет. И, в принципе, все. Все подконнектилось, все будет работать. И все данные уже будут в Амазоне. Дальше уже с IoT Core связь с другими сервисами делайте как угодно. Можете в аналитику это все переводить. Можете дашборды строить. Я, наверное, продлю это видео все-таки с второй частью и покажу, как с сервисом IoT SiteWise забрать вот эти все данные по температуре, по давлению, магнитометров. И все это перевести в визуальный вид, чтобы можно было это все, говорится, лицезреть на неком дашборде и все это мониторить. Вот. В целом получилось такое небольшое коротенькое видео по этой платформе. Платформа интересная. Мы сейчас в компании будем максимально интегрировать все, что связано с экосистемой Bosch, в том числе с сенсорами и платформой IC Bosch. Но в целом вот такой пример получился с применением экзеки от Bosch этой платформы к AWS IoT Core. Всем спасибо. Пока.